Здравствуйте, друзья! Вы на канале экстрасенсорного астролога и психолога. Меня зовут Станислава. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, слушайте гороскоп по транзиту Венеры в рыбах и оставляйте свои чудесные комментарии. Благодарю вас за них! Венера в рыбах с 26 марта по 20 апреля 2019 года. Венера в рыбах в экзальтации. Здесь она в гостях у своего управителя, у своей высшей октавы, у Нептуна. Напомню вам, что транзитный Нептун сейчас также в рыбках, где, собственно говоря, еще и Меркурий, который уже завтра начинает свой разворот в прямое движение, однако будет еще стационарен и в рыбах пробудет вплоть до 17 апреля. Подробно о том, что несет вашему знаку зодиака транзит Венеры по рыбам, я рассказала в своих прогнозах на март и апрель. Сейчас в углу экрана вы можете видеть подсказку, нажав на которую перейти на гороскопы. И теперь вы будете знать еще больше, потому что в этой новости я раскрою секреты о Венере в рыбах. Овны, для вас транзит Венеры по рыбам может открыть множество тайн о любви и про любовь. Не только о любви в настоящем, но и в прошлом, может быть, даже в ваших прошлых жизнях. Может быть, вы узнаете о том, что когда-то кто-то кого-то так сильно любил, что эта любовь поспособствовала вашему появлению на свет. Любовь высокая, одухотворенная ждет вас в этот период. Творчество и саморазвитие должны быть ключом к открытию любви в вашем сердце. Тельцы, Венера ваша управительница, в вашем знаке она в обители, а в рыбах она экзальтирует. Это словно бы она пришла в гости, где ей очень хорошо, где почти как дома, только не нужно ничем заниматься. Можно просто наслаждаться жизнью, погружаясь в пучины теплого океана. Такой период может быть для вас в жизни. Это период, когда вас будут любить больше. Возможно, вам ничего не придется делать для того, чтобы вас любили просто быть, просто жить, просто проявлять свою натуру чувственную, эмоциональную. Период, когда у вас могут появиться поклонники, поклонницы, новые друзья, а также единомышленники, люди, которые любят то же самое, что и вы, поэтому любят вас. Близнецы, вам прекрасная Венера несет успехи на работе, в карьере, успехи у мужчин, у ваших братьев, мужей, отцов. И также для вас период благоприятный, чтобы заключать брак с человеком старше вас или с каким-то состоятельным человеком. Возможны романы на работе, курортные романы и связь с каким-то очень влиятельным человеком, может быть, даже с каким-то управленцем, государственным деятелем. Либо возможность стать самому, как раз таки, управленцем и управлять любовью. Раки, период для того, чтобы отправляться в путешествия, в поисках любви. Там, где-то, за границей, очень далеко, на берегу какого-то прекрасного моря или океана, вы можете встретить свою любовь. Также возможны встречи с любовью в учебных заведениях, если вы чему-то учитесь или сами учите, с вашими одногруппниками или с вашей группой. Это может быть как с конкретным человеком, может начаться роман, если вы одиноки. Если же вы в паре, то это благоприятные отношения с теми людьми, которые думают о том же, о чем вы, которые смотрят на жизнь так же, как и вы, которым интересно то же самое, что и вам. Это прекрасный период для любви духовной, для заключения духовного союза, для финчания, а также для того, чтобы вы находили любовь где-то очень далеко, либо в глубинах своего бессознательного, либо где-то за рубежом. Львы, для вас Венера в рыбах — это период повышенной сексуальности, потому что рыбки — ваш восьмой дом. Очень много любви дает такая Венера. Именно сексуальности, чувственности, чувствительности она дает наслаждение. Она дает наслаждение не только любовью, но и деньгами. В этот период у вас могут появиться денежные поступления от тех людей, которых вы любите. Увеличение доходов у ваших сексуальных партнеров. Также, кому интересно, благоприятный период, чтобы оформлять кредит, либо депозит. Девы, ну что же, у вас Венера в вашем доме брака, поэтому, конечно же, те, кто в паре — это заключение брачных союзов. Те, кто одиноки — это встреча. Те, кто уже давно в надежных отношениях, для вас выход на новый уровень. Возможно, если вы, к примеру, заключили брак в ЗАГСе, вы захотите заключить его в церкви или просто еще раз провести какую-то свадебную церемонию необыкновенным образом. Для кого-то из дев это появление друга, подруги. Возможно, с большей вероятностью, что потом, после вы обнаружите, что, возможно, любовь между вами. Для тех, кто сейчас не в любви, больше в работе — это прекрасные коллеги, прекрасные клиенты, если вы работаете с клиентами. Это улучшение отношений в коллективе. Также, если вам интересно, очень хороший период для решения всех судебных разбирательств. В принципе, прекрасный период для того, чтобы всех своих врагов переводить в разряд друзей за счет своей красоты, любезности и миролюбия. Весы. У вас Венера в доме работы, поэтому улучшится ситуация на работе. Те, кто одиноки, вы можете встретить любовь на работе, может прийти к вам такой человек, особенно актуально для мужчин, может прийти девушка. Также возможны романы на работе или это просто вас ожидает повышение зарплаты. Если это не любовь, то это деньги, потому что Венера у нас отвечает не только за любовь, но и за деньги. Ожидайте, работайте красиво, тогда возможно повышение зарплаты. Или улыбнитесь кому надо, чтобы у вас стало больше денежек. Скорпионы, у вас Венера в пятом доме. Это дом радости сердца. Это дом именно любви, любви сердечной. Любви, когда вы любите не только телом, но и сердцем. А так как тут еще и Нептун, то у вас включены все чакры от нижней до верхней. Вы любите полностью, полностью своим существом, своей глубиной. Скорпионы, дорогие, вы тоже водный знак, как и рыбы, в которых сейчас Венера. Но если рыба это безграничный океан, то скорпион это глубокая, тайная вода, подземная вода, сокрытые тайны. Вот здесь это период, когда вам могут очень много признаваться в любви. Вообще, очень грубо говоря, вас ждет период конфетно-букетный. Поэтому чудесно ходите на свидания. Если вы одиноки, ищите возлюбленных. Они будут находить вас сами в принципе, потому что это тот период, когда вы будете очень сексуально привлекательны. Если вы в браке, это отношения возобновления, разгорания страсти. И, конечно же, много общения с детками. Это много праздников, путешествий, радости, красоты. Может быть, вы с детьми едете в какую-то цветочную галерею. Или будете дом вместе украшать. Или сад. В общем, если вы не в любви, не в любованных отношениях. Если вы в возрасте, и у вас есть детки, то это, конечно же, любовь к детям. Семейная любовь, теплая любовь, любовь сердечная. Ждите такой любви. Стрельцы. Венера в вашем четвертом доме дают вам возможность украсить свой дом или провести косметический ремонт. Также благоприятный период, чтобы открывать свое собственное дело, бизнес по Венере, связанный с красотой, женщинами, с искусством. Или работать на дому. Может быть, в этот период кто-то из стрельцов начнет жить вместе с любимым человеком. А может быть, кому-то в гости при какой-нибудь красавице погостить. Козероги. Девочки, козероги, ожидайте, что к вам будут подходить знакомиться мужчины. Ожидайте. Вы будете очень привлекательны. Вы должны быть очень загадочны, чтобы к вам подходили знакомиться. Потому что она такая загадочная Венера в рыбах. Для тех, кто уже в паре, хорошо совершать какие-то недалекие путешествия, к примеру, за город с любимым, к воде, к природе, в принципе. Наблюдать за красотой природой безмолвно. Это будет период, когда вы поймете, как можно любить безусловно и без уст, не произнося ни слова о любви, понимать, что вас любят. Благоприятный период для путешествий, для обучения, для перемещения, для переездов, также для покупки техники, гаджетов, автомобилей, для общения с братьями, сестрами, племянниками, племянницами, дядями, тетями, другими родственниками, для улучшения отношений с ними, также для улучшения отношений с соседями, непосредственно с теми людьми, с которыми вы рядышком живете. Так как в рыбах у нас и Нептун, и Меркурий, это будет прекрасный период для тех, кто работает с информацией в любой сфере и области. Конечно же, по Нептуну для психологов, для всех людей искусства, для художников, для поэтов, писателей, для музыкантов, но также для тех, кто работает по Меркурию, соответственно, с деньгами, с документами, по Венере, для тех, кто работает с красотой. Вообще, очень хороший месяц, должна вам сказать, котировки для того, чтобы что-то предпринимать. Вот с друзьями, с единомышленниками, с близкими людьми предпринимайте что-то, какое-то дело, может быть, бизнес, может быть, какую-то поездку, может быть, вы думаете свои курсы, к примеру, открывать, создавать, писать, писать книгу. Это чудесное время для того, чтобы быть в воде и в прямом, и в переносном смысле этого слова, то есть вращать какими-то потоками. И, конечно же, по Нептуну это поток света, поток божественной любви. Пребывайте в потоке света, всегда чувствуйте любовь, излучайте её и привлекайте в свою жизнь. Для вас также период благоприятен, чтобы говорить о любви, признаваться в любви, и тогда вы будете слышать слова любви в ответ. Хотя, напомню вам, Венера в рыбах – это безусловная и безмолвная любовь, когда всё понятно без слов. Водолеи, у вас Венера, планета денег, в доме денег, поэтому, конечно же, дорогие мои водолеечки, наслаждайтесь тем богатством, которое у вас есть. Будьте благодарны за те денежки, которые у вас есть. Рекомендую вам провести ритуал, денежную ванну, возьмите денежки, которые у вас есть, и полежите в них, словно в ванне, поплавайте, разложите их, может быть, правда, устроите себе в прямом смысле в ванну, разложите денежки, либо на кровати. В общем, получите удовольствие по Венере от денег, и тогда в вашей жизни их станет больше. Венера вам их готовит. А с Нептуном, который означает бесконечное количество денег, и Меркурием, который означает посылку денег, вас наверняка ждет прибыль, если вы любите себя и получаете удовольствие от себя. Очень много денег. У кого-то из водолеев в это время просто потоки денежные польются, и вы будете чувствовать безграничность. Пусть у вас будет столько денег, насколько безгранична ваша душа. Рыбки, у вас Венера в первом доме. Ну, конечно же, для вас возможно все. Для вас вообще нет ничего невозможного. У вас в первом доме и Нептун, ваш управитель, который является высшей октавой Венеры. Поэтому здесь я могу долго и бесконечно перечислять все блага, которые несет Венера. Это любовь, это знакомство, это удачный, хороший брак, это встреча действительно с родственной душой, это духовные союзы, это не только ЗАГСы, но и венчание. Это чудесная способность почувствовать любовь не только к одному близкому человеку, но и ко всему миру. Для вас возможно все по Венере в первом доме от работы, от собственного бизнеса, от вполне приземленных вещей до самых возвышенных, до самых, что ни на есть, глубинных высот. Вы можете развиваться во все направления, во все стороны. Рекомендую вам интересоваться психологией, рекомендую вам углубляться в познание себя, в раскрытие тайн Вселенной и, конечно же, в раскрытие тайны любви. Вы должны это знать, как никто другой, дорогие рыбки. Желаю вам счастья, всего доброго.